Всем привет, с вами снова я, Blacks325, а мы сегодня с вами снова будем играть в игру под названием Subway Surfers. Ну, как бы, игра уже становится не игрой, а это игровые новости. Да, с вами снова Blacks, и это игровые новости. Давайте начнём. Что же, как вы видите, игровые новости не... ожидать не... ну, как бы... Не переставляют нас удивлять. Мои игровые новости... Я не заставил ждать вас. Что же, первые главные новости. 2K Games не будет ставить свой стенд на E3 2013. Ещё одна крупная компания отказалась от масштабного участия на E3 2013. Как я помню, ещё отказалась Valve от участия и Nintendo. А, кстати, вот. 2K Games последовала примеру Nintendo и заявила, что не собирается вести на выставку собственный стенд. Похоже, что издатель просто не видит в нём необходимости. Вот. Но это ещё, собственно... Можно просто зачем нанести стенд. Там просто-просто... На E3 показывают трейлеры, и они, как бы, становятся более масштабными. Дума Activision повезёт туда свой стенд. Повезёт свой стенд туда, конечно же, и DC, Battlefield 4, AK4, конечно же, там будет Watch Dogs и всё подобное. Отсутствие стенда вовсе не означает, что 2K Games не будет присутствовать на E3. Скорее всего, некоторые её представители всё же будут доступны для пресса. Быть может, выставка постепенно начинает терять свою актуальность? Возможно. Сама 2K Games активизировала свои каналы на YouTube и Twitch. Возможно, что для издателя они имеют большую важность, тем самым E3. Вот. Поэтому они, как бы, они думают, что ихние каналы несут больше активность, чем какие-то там аренды дорогих стендов в блестящем выставочном павильоне. Но, собственно, это не я говорил, это говорили 2K Games. Вроде как, я помню, 2K Games разработала Beershock Infinite, такую замечательную игру, которую мы с вами скоро будем проходить. Это же, конечно, мы будем с вами проходить. Ну, а теперь к трём главным овостям, о которых сейчас идут речь, конечно же. Значит, Call of Duty Ghost подтверждена. Call of Duty Ghost подтверждена. А, то есть, я не знаю, что такое Call of Duty Dark Skyline. Возможно, это совсем что-то другое. Это нам пока неизвестно. Но Call of Duty Ghost уже подтверждена. В Call of Duty Ghost нас ждёт совершенно новое поколение франчайза, совершенно новым геймплейным опытом. Построенным на новой истории, сеттинге и обновлённом актёрским составом. На движке Call of Duty нового поколения. Движок Call of Duty новый! Увы! А что, если новый движок Call of Duty будет круче, чем вот Battlefield 4? Это же просто офигенно, вы понимаете? То есть, спустя не... Вообще, спустя много лет, Activision наконец-то поняла, что Call of Duty нужно менять движок. Ну... Ой, да давно надо было уже понять. Аж с Call of Duty 4. А не с Call of Duty 4 движок так и не меняли. Он оставался! Но сейчас, с десятой Call of Duty, прошло аж, я не знаю, 6 игр. Они решили поменять движок. Наконец-то, дорогие друзья! Дорогие братья, это свершилось! 6 игр, да? Да, 6... 6 целых игр оставался один и тот же движок. Но это, дорогие друзья, просто пипец. Это, конечно же, все очень отлично. Собственно. Но я до сих пор не могу понять. Кому нужно было... Делать старый движок несколько игр подряд. Это же просто как-то тупо. Ну ладно, сейчас не об этом. Сейчас. А о новых подробностях в Call of Duty Ghost. Игра в разработке уже более двух лет. Разработка стартовала параллельно с Modern Warfare 3. То есть, речи о приквеле к Modern Warfare вообще не идет! То есть, это не приквел к Modern Warfare, это что-то другое. Это что-то новое. Так как, я не знаю, они разрабатывали ее параллельно с Modern Warfare 3. Ну, я не знаю. Игра берет старт в будущем, однако не в таком бодреком, как Black Ops 2. Хотя, может быть, и приквел. Я не знаю, может быть... Смотрите. Modern Warfare 3, 2016, Black Ops 2, 2025. То есть, я думаю, игра будет где-то в 2019, 2020 и 2021 годах. Это вот моя точка зрения, что именно в этих трех годах может разворачиваться игра. Но, собственно, ничего неизвестно. Возможно, будет также сюжет, что как в Black Ops 2, там Вуд вспоминал все. А здесь будет вспоминать Капитан Прайс. О том, что происходило. И типа там вначале будет, вот, сынок, вот так мы и провели Третью мировую. Что-то типа такого. И там сидит сын Соупа. Ну, и, конечно же, нам сразу станет понятно, что 3 Modern Warfare это были вспоминания Прайса. Но, возможно, будет и не такое. А потом он скажет. Сынок, а хочешь, я тебе расскажу, как на самом деле мы познакомились с Соупом? И там начнется адовый пипец. Гоуст, Соуп, Газ, еще разные люди. Как говорили, Modern Warfare 4 будет называться игра. Но Club Duty Ghost все-таки будет называться так она. Duty Ghost. Что же. Игря... А, нет, подожди. Вернется возможность выглядывать из-за угла. Интересно, как это будет происходить. Как уже было и как будет... Или как в игре серии King's Killzone. Вот это, помните? Там нажимаешь в Black Ops на кнопочку Q. И он, типа, как-то так из-за угла выглядывает, помните? И в Modern Warfare такое было в первом роде. Также в игре появятся перекаты. Это очень хорошо, наверное. Режим спецопс, специальной операции, будет заменен на что-то другое. Интересно, на что же... Что же другое специальная операция, как... Блин, да что за фигня, что-то я падаю быстро. Интересно, на что же он будет заменен. Специальные операции появлялись в Modern Warfare 2 и Modern Warfare 3. Как мы знаем, это... Это как бы одни и те же карты. Это... Ну, как бы... Это дополнительные, как бы, миссии к игре. Там вдвоем играешь. Но, если честно, они мне не очень понравились. Они какие-то скучные и сложные в одно время. Больше взаимодействий с оружием будет. Вроде того, что мы видели в Revolution Pack для DLC. Black Ops 2. Я, если честно, пока Revolution DLC не играл в Revolution Pack, вот скоро я его буду качать. Потому что я пока Black Ops 2 мультиплеер забросил, я в него вообще пока не играл. Мало мы там с троллем играли где-то... Ну, играем просто, когда нам делать нечего. А так, ну, пока я... Пока не сделала обзоры на то, что давно уже должен был сделать обзоры, я не успокоюсь. Что ж, давайте дальше. Разрушаемое окружение. То есть, то, чего не сделали в Battlefield 3, они хотят сделать в Call of Duty Ghosts. Ну, дай бог им поможет новый движок Call of Duty. То есть, мы увидим полную разрушаемость. Полная разрушаемость. Это офигенно. Это можно все будет взрывать. Но я не знаю, правда это будет или нет. Также, игра не выйдет на текущем поколении консолей. Как было заявлено, Call of Duty Ghosts это игра для текущего поколения консолей. А Modern Warfare 4 для следующего. Нет, дорогие друзья, Call of Duty Ghosts это не для текущего поколения консолей. Это для следующего. Вот так вот. Так что это опровергает еще одну информацию. Пока данную информацию стоит воспринимать только как слух. Проект должен выступить в продажу 5 ноября. Это уже официально было сказано сегодня. Так как сегодня, 1 мая, анонс Call of Duty. Наверное, вы уже посмотрели все трейлеры. Call of Duty Ghosts. Я так уже думал. Она должна поступить 5 ноября в продажу. На PlayStation 4, Durango и ПК. Конечно же, пока анонс должен состояться сегодня, 1 мая. Но, наверное, смотрите это уже попозже. Ничего страшного, я это делал 1 мая обзор. Я очень сам жду, конечно же, анонс Call of Duty Ghosts. Ну а теперь к следующим новостям. Мы рассказали вам о стенде. Дваке Геймс и Call of Duty Ghosts. Ну а теперь нас ждет следующая информация. Что же следующая информация? Нам повествует о GTA 5. Rockstars представила 3 истории главных героев в GTA 5. Как вы уже знаете, вчера вышло 3 новых трейлера GTA 5. Я просто еще не знаю, поставлю я их между этими роликами. Наверное, я поставлю вот эти... Как там их? Ой, просто глюк. Наверное, я поставлю их между анонсами. И сейчас позвучит первый трейлер. What do you want, Michael? I don't know. I want something that isn't this. Dad! Jimmy called me to play this! Yeah, I want to be a good dad. Love my family. Live the dream. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот так вот, это первый наш друг, Майкл, его зовут Майкл Что же, это Майкл Ну что же, второй, кто у нас есть, это Франкил Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Трейлер Филлипс Давний друг Майкла Когда-то Тревор служил в военно-воздушных силах США Однако из-за проблем с наркотиками Скатился по служебной лестнице И стал психически неуравновешен Но этот трейлер доказывает Он там вообще балбес Какой-то просто плюшевый Это реально он там какой-то дебил Дегенерат Ну реально он какой-то бешеный пацан И что заметить только В его трейлере, как вы заметили Можно сразу Все три героя сразу И Майкл И Франклин И Тревор Они все втроем там идут Они все втроем идут Но это конечно очень интересно Но не знаю чем это объяснить Почему у Майкла например И как Франклин Познакомился с Майклом и Тревором Очень интересно Ну а теперь Дорогие друзья наверное из-за чего вы зашли Я размещала эту ссылочку На обзоры к провайдеру и Антону Филину Наверное Я хочу вам поведать конечно же Новости о новом Сонике Игра про Соника Соник Экс Сейчас как это называется Давайте начнем с самым главным Как сообщает испанский сайт Соник Парадайс Недавно появилась Появилась интригующая информация Аж интригующая Вот это да Вот это заява дорогие друзья Интригующая информация От возможной новой игре с ежом Информацию предоставил Вентас Этот человек ранее рассказывал нам О выходе компиляции уровней Соник дженерейтерс Игра еще не была даже анонсирована То есть как мы знаем Именно от этого человека Поступили все уровни То есть я тоже Да анонсы игры До всех уровней Я уже знал какие уровни будут Это конечно же Блин забыл как первый уровень Соник Хирос называется Это конечно же Сити Эскейп Быстрая Это Сити Эскейп Это Быстрая магистрали Соник Эдвенчер Это Салиана Кризис Сити уровень Это Это очень все Прикольно Понимаете Так Ну давайте теперь послушаем Что же он написал Итак Название новой игры Соник Экс Кюрджин Соник Экс Кюрджин Вроде Экс Кюрджин Но я точно не знаю Как ее зовут Я еще в переводчике Не набирал это слово Ну что же Пожалуй Что ли надо Надо Сейчас Надо набрать это слово Как же она правильно звучит Дорогие друзья Так Собственно игра называется Соник Экс Кюрджин Что переводится как Соник Экскурсия Соник Поездка Соник Путешествие Соник Путешествие Это наталкивает на мысль То что игра может даже будет называться Соник Эдвенчер 3 Дорогие друзья Да я не вну Соник Эдвенчер 3 Возможно Собственно И первая информация Соник Экс Кюрджин Выйдет На Плейстейшн 4 Икс Бокс 360 Ви Ю ПК На ПК выйдет дорогие друзья Это как Соник Дженераторс Это очень хорошая Важная вещь Для меня конечно же И для всех вас На 3DS выйдет На Плейстейшн 4 выйдет На Плейстейшн 3 тоже выйдет И на Икс Бокс Инфинит Что по слухам является Новой консолью от Майкрософт Нормально так Икс Бокс Инфинит Конечно про новый Икс Бокс я Ничего не знаю Дорогие друзья Но как мы видим Смотрите Разработки уже Получаются Ведутся Несколько лет Я У меня сейчас Провел свой анализ Просто Лежа на диване Я проанализировал То что тут написали И мне кажется Сейчас я вам объясню Все что здесь есть Игра Как вы уже поняли Выйдет где-то В начале 2014 года Потому что еще Даже неизвестно Когда выйдет Икс Бокс новый Икс Бокс нового поколения Пока неизвестно Ну что же Давайте дальше В первую очередь Это Подождите Будут различия между Версиями ПК Плейстейшн 4 Икс Бокс Инфинит Икс Бокс Икс Бокс Икс Бокс Икс Бокс В первую очередь Это касается Разрешение экрана Нинтендо 3DS Будут разрабатывать Не Димс Не Димс Короче не Димс Нормальная игра будет Кроме того Вентас намекает Что Сега больше Не сотрудничает с Димс Вот это да Интересно Откуда это все он узнал Собственно Теперь поближе Геймплею Сюжет И сюжет я сам сейчас расскажу Какой возможно будет сюжет Я конечно точно не знаю Здесь не написано ни слова о сюжете Но я думаю Он будет именно таким каким я представляю Геймплей Это снова будет напоминать Unleashed, Colors и Generators Но на этот раз У нас будет Несколько персонажей На выбор И каждый из них Будет иметь Несколько Различных Способностей Но сохраняя При этом основной геймплей Вот так То есть это намек на то Что Как я слышал У Антона Филинова Антон Филинов Филинов Это очень хороший обзорщик Игры Я смотрел его Ретрологию Соник 2006 Хотели Задумать Такую штуку Как игру За всех Компанию за всех персонажей Собственно Здесь это и хотят сделать То есть Геймплей Хотят сделать Такой Какой хотелось сделать Соник 2006 Сейчас начнется Мой анализ игры То есть Как я представляю То что они хотят сделать Соник 2006 Выпустили на 2000 На 15-летие Соника Хотела сказать На 2000-летие Соника На 15-летие Соника Собственно И выпустили его зря Потому что он был Очень сырой Что не И кайф Там все было Говно если честно А здесь же Мне кажется Смотрите Игру Мне кажется Разрабатывает уже много лет Когда Вышла Соник Она лишь Ее начали разрабатывать Ее хотели выпустить К 20-летию Соника Смотрите К 20-летию Соника Мне кажется Ее хотели выпустить К 20-летию Соника Но Разработчики Снова сказали Что они Не укладываются Как я смотрел Конечно же Скетч От Антона Филинова Менеджер по продажам Сказал что Если мы выпустим Игру на 15-летие Это принесет Большие плоды Так и было Принесло большие плоды Но Игра никого не удовлетворила Особенно Антона Филинова Что-то много Антони Филинова Антони Филинови Но И сейчас не об этом Мне кажется Что Сега Хотела выпустить Игру в 20-летию Но игра была Такой же сырой Как и Соник 2006 К момент Выходу ее На 15-летие Соника Поэтому Сега Решает сделать Соник Дженерейтерс За год Быстро И им надо Что-то придумать Поэтому там не было Никакого сюжета Там были Одни лишь Уровни старые Им просто Некогда было Делать Новое что-то Поэтому На 20-летие Они выпустили это Это не детский лебед Это Как я называю Уже после выхода Этой статейки Соника Скандал Карактерс Конечно же Почитайте ее Я оставлю ссылочку Это мой анализ Понимаете Они Они Хотели Просто Им не было Они делают Соник Экскарджин Игру Там новые уровни Там все новое А на Соник Дженерейтерс На игру Они не успеют Выпустить Соник Экскарджин А два раза ошибки Повторять Как мы знаем Это очень плохо Поэтому Соник Дженерейтерс Это не детский лебед Это отведение глаз От Соник Экскарджин Потому что Им надо было все-таки Что-то сделать На 20-летие А они сделали Соник Дженерейтерс И потом Затишье На несколько лет Никакой информации О главной игре Про Соник Которую сейчас Разрабатывают Только игры Какие-то маленькие игры Которые просто разрабатывают Соник Этолстерс Сега Трансформ Соник Дэш Вот эти все игры И просто Переанонсы старых О чем сейчас идет речь Я даже не понимаю Потому что Это просто Если честно Даже просто интересно Как это все будет выглядеть Соник Экскарджин Мне кажется Они просто Они хотят Доделать то Что не успели доделать Соник 2006 Но представить нам другой сюжет 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 мне кажется Уже из названия понятен Главные герои Куда-нибудь Отправляются Ну давайте я сначала Скажу о главных героях Собственно Я уже вам бы сказала Соник Дженерейтерс То что это было просто Отвлечение Потому что Новые уровни Делать как-то Было Они не Они бы не успели сделать Новые уровни Сюжет бы не успели Проработать Поэтому это просто Старые все уровни Ну что же Давайте посмотрим Значит Здесь будут Главных Четы Ведущих персонажей Это Соник Тейлс Наклс Эмми Будут и другие Это Шэдоу Руш Сильвер И Блейз Но за них игру Проходить не обязательно Так же я думаю Для каждого из персонажей Будет отдельный уровень Это ж отдельный уровень Такого никогда не было Ну кроме Соника Двенчер 2 Наверное Я просто не играл У меня на ПК Я конечно же скачал То есть купил Со Стима Но пока еще не играл Другие важные детали Персонажи Будут Взаимодействовать Друг с другом Как в Соник Хирус Вот это да Вот это заява При выборе персонажа Мы будем использовать Шарообразный Мигающий курсор Вот это да Подождите Я так и не понял Там Сначала они говорят То там будут кампанию Проходить за разных героев Теперь Тут надо выбирать Собственно я уже запутался Сам весь Надеюсь Вы почитаете статейку Я оставлю внизу И сами все поймете Потому что я уже тут заплатал Просто Вообще бред какой-то Синий кобыл С геймплеем просто происходит Действия игры Будут начинаться С какого-то кратера О кратере Потом я поговорю Вскоре И история будет Сосредотачиваться На Сонике Так где это На Сонике Тейлзе Наклзе Эмми И Эгмане Но так же мы увидим Других персонажей Это Сильвера Шэдоу Руж и Блейз Мне конечно будет интересно Поиграть за Шэдоу Интересно что ему там Сделают Тоже буст Видимо буст У Шэдоу тоже будет Какой мы увидели При битве с Шэдоу В Соник Дженерейтерс Как мы помним он там Буст Помните у него тоже был Помните да Да В игре можно будет увидеть Крим Ванилу Джеймерла И даже Флики В истории Эмми Но конечно же Это не такие важные персонажи Их вообще мало Когда появлялся Но все равно В игре будут Эмлемы Чао Сада не будет Чао Сада не будет Поэтому это уже Скорее всего не Соник Эдбенч В игре будет много Старых известных Саундтреков То есть намек на то что Сега продолжает Производить наши любимые Старые уровни А Соник Дженерейтерс Как я говорю Это только Отведение глаз Первый уровень Соника Должен называться Шаттерд Хайтс Он похож на скоростную Магистрали Соник Эдвенчер И Эмпайр Сити Из Анлишта Как мы помним Эмпайр Сити Из Анлишта Это Очень интересные уровни Конечно же Эмпайр Сити И вот это Но так же я могу сказать Что уровень еще может быть Похожим на Кризис Сити Если б кризис Сити был не разрушенным Мы с Элианом Вот в будущем Может быть похоже Также Первый уровень Наклса называется Lunar Caverns Что И намекает нам Caverns Это как бы кратер наверное Я просто не знаю Lunar Caverns Собственно Может быть, игра будет начинаться В кратере луны Соник Я не знаю вот просто В кратере луны Игра будет начинаться Но Что Что они там будут делать Это как, знаете, Sonic Unleashed было, помните, он что-то бежал, бежал, а вдруг попал в ловушку Эггмана. Ну, возможно, будет такое же, но я просто реально не знаю. Возможно, такое и будет. То, что там Эгггман что-то решил устроить, и вот главные персонажи, 8 главных персонажей сосредотачиваются там. И первый уровень за Накклзе. Нет, ну это вряд ли. Первый уровень за Соника в Shattered Heights. Так что... Ну, я не знаю, дорогие друзья. Вот я уже говорю, я запутался просто со своим анализом. Это, конечно, очень хороший. У меня анализ игры провелся. Sonic начинает в городе. Что он там делает? Интересно. А Накклз начинает луна. На луне. Что он там делает? И как тогда в Кейвзе? В Кавернс? Кратер. Возможно, что они все собираются в кратере, и Эггмен всех героев просто рассылает по полям. Он отправляет их на разные точки Земли. И Соник попадает в город, как ни странно. А Накклз попадает на луну. Это вообще странно. Вообще, должно было произойти наоборот. Ну что же, посмотрим, что будет происходить. Стоит ждать освещение. Вот я уже говорил про это. Стоит ждать освещение, как в Соник 2006. То есть, смена дня и ночи. То, что обещали сделать в Соник 2006, но не успели. Я уже говорю, что просто все детали, которые хотели сделать в Соник 2006, и геймплей, который хотели сделать в Соник 2006, просто переводят на Соник Экскажен. Просто туда, Экскажен. Просто вот, все туда. И минус, который я просто приобрел на себя, это люди будут в стиле Пиксар. Как мы видели, это в Соник Анлиште. Вот, типа такого люди будут. Надеюсь, там не будет чипа и его плоских шуток. Ну что же, пока Сега не делала никаких комментариев, эта новость объявлена как слух. То есть, воспринимать ее серьезно нам не стоит, потому что эта новость просто слух. Надеюсь, вам... Ну, реально, эта новость просто как слух. Хотя, в прошлый раз, вот этот наш, как там его зовут, упал. Так, но Вентус, Вентус, в прошлый раз про Соник Дженерейтерс нам все рассказал. Все, все, все. Я подвел свой анализ, то, что Соник Дженерейтерс это отведение глаз на настоящий бестселлер, который будет выходить, Соник Экскажен. И надеюсь, вы посмотрели мой обзор, и, конечно же, отвлеклись со всех моих комментариев, которых я делал на разных каналах, потому что это очень важная информация для меня, и для всех вас, потому что я, конечно, любитель Соника. Мне он тоже нравится, от него игры поиграть. И что же, надеюсь, от Соника Экскажен мы будем ожидать всего того, что ожидали от Соник 2006. И надеюсь, он так же не провалится, как Соник 2006. А Сега хорошо сделала, что не выпустила эту игру на 2000-летие, и придумала быстренько вот этот Соник Дженерейтерс. Спасибо Сеге за это. Ну что же, а мы с вами будем ждать новых подробностей про Соник Экскажен, и надеюсь, этот слух не опровергнется. Все мы с уверенностью будем ждать Соник Экскажен и новую игру про Соника. И, конечно же, этот бестселлер я буду ждать, так как провел свой анализ и выяснил для себя все много важного. И надеюсь, вы тоже для себя выясните все много важного. Ну что же, всем спасибо, всем удачи, всем пока. Надеюсь, вы смотрели мой обзор до конца и поняли все новости. Это был очень большой выпуск Сабвесерсбега по пиздам, но игровые новости. Ну все, а ладно, с вами был Блэкстриси25. Всем удачи, всем пока. Береги тебя, пока. Мы не прощаемся, скоро новые игровые новости. Пока.